Сборный влог Сборный влог И к бабушке повезем Антошиной Комод тоже к бабушке Кровать Кирюхину тоже разобрать Видите, вещи, которые были в стирке Я их сложила, уже не стала в шкаф убирать Дальше Здесь все поскладывать Но это прихожка не наша Машинку тоже, кстати, бабушке Отвезу Антошиной Наверное, на выходных этих Здесь, в принципе, ну кухня, конечно, у нас была Мне Стол наш, но мы его не заберем стулья, вот эти вот стулья мы заберем, мягкие пуфики мы оставим, это я вчера разбирала документы ну короче там не только документы, всякие договора, какие вот идут знаете, кредитные или еще что-то повыкидывала мантоварку, машинка мантоварку, тоже бабушке отвезти, его мы забирать тоже не будем, мультиварку ой, эту скажите, как мне называется, не мультиварка ну, микроволновка вот, ну отсюда конечно все мне собрать нужно дальше холодильник конечно заберу однозначно, даже вопросов нет, вот здесь все пособирать, стенку мне тоже нужно будет разобрать, но это я попрошу Мурика, потому что инструментов у меня нет, Антошка их все забрал, вот, кто внимательный, кто обратил внимание, что мы живем без телевизора, да, как Антошка уехал телевизор с собой забрал комод Кирюхин тоже забираем но это само собой единственное, что я хотела бы поменять вот эту ну, где игрушки у него стоят вот, диван мы это тоже забирать не будем надо только постирать не знаю, сегодня или завтра потому что уже один плед Кирюхин вон, который лежит которым я застила ему кровать уже постирана, на балконе сушится не знаю, если успеет то сегодня и вообще диван можно поставить уже собрать шторы Кирюшка мультики смотрит Чули забирать не буду шторы заберу ну, короче, девочки дело много вот это, кстати, тоже забирать не буду так что давайте к чему-нибудь да приступать, что ли ну, что, девочки перед тем, как разбирать шкаф я решила уже сразу снять двери с него если честно он мне не поддавался они не хотели сниматься и, как знаете, закон подлости вот когда не надо они прям чуть ли не слетали а вот как надо их снять то не поддаются и все такое ощущение что шкаф чувствовал что его хотят выкинуть и просто сопротивлялся говорил, что он хочет с нами но не в девочки этот шкаф только на вакидос и, пожалуйста, не удивляйтесь количеству вещей и то, как они лежат я в последнее время уже знаю о том что мне собираться все равно это все вытаскивать укладывать в сумки паковать я просто ленилась я ничего не складывала так как должно было быть и у меня там полный бардак полный хаос вот показываю, как оно есть нет, и без помощника я никуда хоть я его просила, чтобы он ушел но нет, мама, я буду тебе помогать и все вот, ну, последняя дверца далась тяжело если честно, я уже думала просто вот тянуть, рвать и все я только так подумала она сразу отошла как видите, я взяла пакеты вакуумные если честно, подумала изначально собрать все вещи сюда на верхней полочке у меня лежат вещи те, которые уже более теплые и, к сожалению, те, которые мне малы да, девочки, да как ни крути, я худела очень сильно на 30 килограмм потом опять поправлялась потом худела потом опять поправилась да, вот но, сколько вещей очень много, девочки от злого совсем я просто в шоке не знаю, у кого еще столько одежды признавайте или вы край минималисты но у меня много там признаюсь честное, честное пионерское и что вы думаете, девочки? я вот начала уже высасывать воздух стою так и ищу просто глазами где этот клапан но я его не нахожу мой помощник его спер просто ладно, я глазами увидела сказала, где он лежит попросила подать он мне дал все, первый пакет у меня готов сейчас буду собирать второй и я безумно радовалась что наконец-то идут сборы готовы к переезду? готовы да, да, да только за только вот ура и девочки вот сейчас взяла второй пакет и складывала складывать начала вещи я сюда складывала так уже знаете, как получилось вернее так что к концу пакета у меня шли уже более не сложные а более толстые вещи более теплые утепленные и я вот засомневалась что будет вообще смысл итог в это время к нам пришел наш Чип и Дейл да, спешит на помощь Нурик принес мне инструменты и просто мне предложил Юль, ну давай я тебе разберу шкаф конечно, девочки я не отказалась вот на этом моменте у меня как раз таки подошел пакет второй готовности я его убрала и поняла, девочки просто, что это ну, не тот вариант который бы я хотела потому что очень много места все равно сам пакет занимает мне кажется было бы одинаково если я их так просто сложила или в пакет тем временем чтобы не затягивать момент разбирания шкафа мы просто все вещи выложили заполнили мой диван кровать Кирилла всеми вещами все поскидывали туда и я уже непосредственно начала собирать вещи с дивана тем временем Нурик разбирал уже шкаф да помощник слава богу мне немножко облегчило мою жизнь потому что я вот честно я не представляла как я буду это разбирать особенно знаете как Антон мне сказал что да ты его один раз пенешь он развалится шкаф но нет девочки шкаф боролся до последнего ну ничего Нурик его разобрал слава богу ну что на данном этапе как-то так я тут разбираю вещи Нурик уже унес шкаф поставила сюда первый ясь ой этот ясь господи сумку еще мне разбирать вот это все если честно неудобно снимать потому что как видите сделал прям вообще не в проворот вот а у нас тут поменялись кое-какие планы что надо сделать все быстро быстро да Кирилл да так что сборы у меня очень быстрые сейчас придет твой Нурик придет все девочки складывай дальше ну ты его не видишь нет ну значит не пришел придет придет Кирюш придет а где кафе все дядя Нурик унес видишь мама даже полы уже помыла все нету шкафа да а как надо ноги надо кафе убить хорошо надо 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 да надо новый новый шкаф да да хорошо что слышу 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 ладно Кирюшка давай мама будет дальше собирать ладно да пока а кто у тебя там живет покажи мышь мышь ух ты он он спит спит вот так спит хорошо ладно девочки собираю дальше помогите пока Нурик выкидывал шкаф слава богу у нас есть лифт он сказал что справится сам просто нужно донести доски до лифта спустить и вынести на улицу я дальше складывала свой диван и в этот момент грела ужин потому что Нурик пришел с работы как бы человек покормить нужно слава богу об этом я позаботилась с утра она готовила все кушать здесь девочки складываю вещи которые мне пригодятся да 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 которые мы возьмем с собой непосредственно и я приступила к сборке плечиков если честно я сначала думала как их собрать но потом уже сориентировалась так что я буду их складывать кучкой где-то приблизительно по 10 штук я их девочки не считала просто складывала по одинаковой форме так скажем их какие были уже старые или поломанные или что-то там не устраивает согнутые я их просто выкидывала остальные вот так вот перематывала фиксировала чтобы они не раскидались а держали ну как бы форму и складывала уже поверх сумки так и Продолжение следует... С вакуумными пакетами я решила так, что будут сюда складывать более такие вот баллоневые, допустим, вещи, какие-то, куртки или кирюшиную одежду. Она маленькая, и я так думаю, что больше оно будет толк от этого, чем складывать уже взрослую одежду, тем более вот как я складывала толстые кофты. И здесь, девочки, такой момент, что я нашла кирюшины сапожки, причем он хотел их одеть, но ладно, совсем маленький-то он уже не залезет, попросил меня одеть его в перчатки. Я, говорит, буду ходить так, лето, жара, а ему в перчатках. Боже, где что-то деткам надо только что-то найти, что-то увидеть, и сразу им будет нужно. Все, девочки, первая сумка готова, и уже, как видите, мы все перекинули с кирюшиной кровати обратно на диван. Нурик приступил к кровати, естественно, это мы уже поужинали. Был небольшой перерыв, передых, и как раз-таки, вы видите, в вакуумный пакет я засунула кирюшин одеяло, кирюшин плед. Уже позже, когда набрала большое количество этих вакуумных пакетов, я высысила туда воздух, закрыла их и упаковала. В этот момент, девочки, я села не просто так, мне было реально плохо. У нас сегодня жара была 35 градусов, комната в которой не проветривается, не продувается. Хоть открыта форточка, ничего не помогало, прям была задуха. Дышать нечем было, у меня было такое состояние, знаете, как будто вот небольшой звон в ушах, и немножко едет голова, как будто, знаете, состояние выпившего человека. Вот, знаете, было ощущение, что вот грохнусь в обморок, но, слава богу, пронесло, как говорится, открыло прям настиж окно, немножко пошел как-то воздух более свежий. Хоть, конечно, по сравнению, если бы прошел бы дождик, знаете, такой свежачок хороший, вот тогда бы было здорово. Но все равно было как-то намного лучше, все равно как-то подтягиваю, как будто откуда-то, не знаю. Но попроще стало уже до склада, вы знаете, в последний-последний рывочек у меня прям он тянулся, тянулся. Не знала, за что браться, поскорее бы это собрать. Перебирала все вещи, девочки, которые уже были в каких-то пятнах, или уже не ноские, так скажем, вещи. Я их откидывала в сторонку на вакидос. Ну что, на данный момент вот такой у нас хаос. Девочки, сил на обувь нету, уже буду завтра. Кирюшу на кровать тоже Нурик разобрал, так что Кирюша пока будет спать со мной. Вот, ну, самая-самая сложная часть. Шкаф разобран, слава богу. Все, сейчас буду уже купать Кирюху. Все, разобрала, ставила инструменты, потому что мне завтра вот там надо разбирать. Плед мой уже высох. Вот, девочки, хаос, хаос, хаос. Куда зеваться, куда без него. Все, мои хорошие, буду купать Кирюху. До скорой встречи.